Дорогой мой друг, количество людей, которые смотрят мои видеоролики без подписки, реально довольно-таки большое, и от этого всего мне становится очень грустно. Если же ты до сих пор еще не подписан на мой канал, то прямо сейчас просто возьми и подпишись, тем самым ты мне очень сильно поможешь. Сегодня, дорогие друзья, в данном видеоролике мы с вами посмотрим, что можно будет сделать на аккаунте, если на него будет задоначено 10 тысяч рублей. Окей, подобные, ребята, видео мы уже снимали, но в этом видеоролике наши донат-рубли мы будем тратить гораздо иначе. Перед началом хочу вам пожелать приятного просмотра, ну а тем кто кушает, приятного аппетита. Итак, дорогие друзья, я в принципе зашел на сервак, мой никнейм Крис Манни. Давайте зарегаемся и введем свой пароль. Пол мужской, цвет кожи пускай будет светлый. Так, вот в принципе мы с вами появились, давайте выберем, допустим, вот этого вот бомжа, все, мы с вами появились на бомжатнике. Онлайн на серваке, ребята, тысяча человек, аккаунт, ребята, у нас полностью пустой, действие персонажа, моя статистика. Ничего, то есть абсолютно нету, первый уровень, 200 долларов и как бы все. Аккаунт, ребята, полностью пустой. Сейчас, ребята, на данный аккаунт будет закинуто 10 тысяч рублей и мы с вами, в принципе, и посмотрим, что же с ним случится. Итак, дорогие друзья, давайте посмотрим, заходим в донаты, у нас сейчас на аккаунте уже 20 тысяч азакоинов. Примерно столько вы получите, если вы задонатите в данную игру 10 тысяч реальных рублей. Из всего, ребята, списка, который нам предоставлен, самое вот первым делом, что необходимо купить, это, конечно же, випку. Здесь есть очень много випок, но самые такие вот распространенные, самые эффективные, это титан, ну а также премиум. Необходимо, ребята, покупать сразу самую лучшую випку. Она, ребята, дается навечно и при этом дает просто кучу бонусов. Кто как бы не знает, может прямо сейчас вот их прочитать. Данная, ребята, випка является самой лучшей и стоит она 6500 азакоинов. Ну и давайте покупаем ее. Випку мы, ребята, с вами оформили и нам еще вот дали вот такой вот эксклюзивный вертолет Маверик в комплектации премиум. Его мы активируем позже, давайте сейчас, наверное, немножко подкачаем свой уровень. Заходим опять в донаты, нажимаем заказать и вот здесь, ребята, вот XP. Давайте, ну не знаю, хотя бы 50 штучек мы себе приобретем. За это мы отдали 150 азакоинов и мы с вами докачались до 4 уровня. Давайте еще штучек 20 XP купим, чтобы хотя бы 5 уровень у нас как бы был. Так, переводим еще штучек 20. Поздравляю, вы достигли 5 уровня. Так, ну в принципе хорошо. Давайте сейчас возьмем этот мопед и отправимся тратить наши бабки. Первым делом, само собой, нам будет необходимо, скорее всего, прикупить себе какой-нибудь новый скин. Давайте зайдем опять в донаты, нажмем заказать и переведем, ну допустим, 1000 азакоинов. Переводим 1000 азакоинов и за это получаем 11 миллионов. Погнали покупать себе одежду, мы себе это можем позволить. Так, вот в принципе самый ближайший магазин одежды, давайте сейчас прикупим себе что-нибудь топовое. Так, нужно идти сразу в конец, потому что там находятся самые такие вот прям мажорские скины. Ну вот в принципе вот, вот два самых таких мажорских скина. Давайте возьмем этого мажорика, покупаем, все, 450 тысяч мы отдали, теперь давайте переоденемся, все, скин вузиму. 10 миллионов у нас еще есть на аккаунте, но вот это вот транспортное средство, что-то особо нам не соответствует. По-хорошему, нам само собой нужно поехать и купить себе тачку. Давайте, ребята, вот наверное еще купим себе все лицензии именно вот за донат, потому что если покупать лицензии за донат, они будут даваться не на месяц, а на целый год. Покупаем данные лицензии, все, вот, нам все лицензии были предоставлены, 600 азакоинов, мы за это отдали. Сразу, ребята, давайте купим улучшение вечный навык вождения, ну а также все скиллы. Покупаем все скиллы, все, мы, в принципе, все самое основное оформили. Так, сколько у нас осталось азакоинов? У нас еще есть 10 870 азакоинов. Ну и поехали за тачкой. А, да, ребята, самое еще главное. У нас же есть пятый уровень, и мы, в принципе, можем ввести промокод. Кто, ребята, не знает, обязательно вводите мой промокод решеточка Ревас. На пятом уровне его можно вводить. За ввод данного промокода вы получите 600 косарей. Это, ребята, самая максимальная сумма, которую можно получить за ввод промокода. Сейчас мы с вами направляемся к автобазару, чтобы приобрести себе какое-нибудь хорошее транспортное средство. Благо, денюшки нам позволяют. Второстепенно давайте, наверное, в вип-чате будем подавать объявление о том, что мы хотим купить какой-нибудь крутой особняк. Куплю особняк в городе Лос-Сантос. Может быть, кто-нибудь откликнется, и вот так вот мы, в принципе, сможем купить себе домик. Сейчас давайте по пути еще заедем 24 на 7 и прикупим себе телефон, ну а также сим-карту. Так, нажимаем купить, покупаем себе вот такой вот телефончик, покупаем себе сим-карту. Можем еще, в принципе, себе бронежилетов купить штучек 5, масок штучек 5, чипсы. Ну, в принципе, закупаем себе полной. Ну и еще вот давайте телефонную книгу. Все, сим-карту активировали, ну и погнали. Продам дом, полуособняк в городе Сан-Фьерро, номер 735, 15 миллионов. Так, давайте сейчас поставим на него метку и посмотрим, что это за такой домик. Мне вот интересно, что это за такое выражение, полуособняк. Это типа особняк, а типа не особняк, да, или что? Я что-то не понимаю. Так, ну вот, в принципе, я уже подъезжаю, я вижу, где находится его домик. Ну и давайте посмотрим. Так, вот его домик. Ну, слушайте, ребята, довольно-таки неплохо. Довольно-таки неплохой, красивый, хороший домик. Место очень красивое, я думаю, в принципе, вы это видите прямо на краю. Ну, как бы да, я не против такое купить. Сейчас дождемся владельца, ну и, скорее всего, я у него этот дом заберу. Давайте еще переведем где-то тысячу азакоинов, чтобы у нас хватило денег купить его хату. Блин, я пытаюсь ему позвонить, но не могу, потому что я не закинул бабки на сим-карту. Еще, к несчастью, мой мопед пропал. Так, а ну-ка, ближайший банкомат. Давайте посмотрим, где он здесь находится. Ну да, не близко. Так, ну я, в принципе, уже почти добежал. Давайте, вот банкомат рядом. Сейчас мы выполним нашу сим-карту. Так, сюда... Боже мой, у меня нету банковской карты. Почему все так сложно? Чтобы получить банковскую карту, нужно ехать к банку. Так, я вот, по идее, добежал до какой-то крутой аренды. Давайте сейчас возьмем себе в аренду какую-нибудь тачку. Вот, допустим, вот этот вот блатной Инфернус. Из-за того, что, ребята, у нас премиум випка, любая аренда нам достается бесплатно. Любые автомобили мы можем брать бесплатно в аренду. Так, ну к банку мы, в принципе, приехали. Давай сейчас залетаем быстренько внутрь. Создаем банковскую карточку. Так, принятие. Давайте придумаем пин-код. Все, в принципе. Погнали, сейчас закинем деньги на телефон. Пополним банковский счет на 3000. Ну и теперь счет сим-карты тоже на 3000. Все. Телефон мы пополнили. Давайте сейчас вернемся в нашу тачку. И попробуем дозвониться этому Руслану. Так, вводим его номер телефона. 1661001. Звоним, все. Так, собеседник взял трубку. Я хочу купить твой дом. Есть торг? Есть небольшой дом, типа полуособняк. Давай за 14 миллионов куплю. Так, вот, короче, нам предложили дом за 14 миллионов. Ну и давайте покупаем. Все. Дом, ребята, мы купили. Теперь это наша хата. Вот это вот здоровая халупа. Так, здесь осталась его машина. И вот гараж внутри места. Ну, интерьер в доме тоже, в принципе, довольно-таки такой неплохой. Своих денег, определенно, дом, я думаю, стоит. Домик, ребята, мы, в принципе, себе купили. Теперь погнали, купим себе тачку. Так, ребят, короче, мы приехали к автобазару. Теперь давайте подберем себе какую-нибудь тачку. Из всех, ребята, автомобилей, которые можно было бы вообще покупать, самые такие прям вообще волшебные, Это, ребята, Санкинг, Элегия, Султан, ну а также Инфернус. Всякие вот такие вот Альфы, Супер ГТ. Вот такого, ребята, формата тачки покупать никому не советую. Вот это вот я одобряю. Инфернус лаунч комплектации за 40 миллионов. Реально довольно-таки заряженный и нехерово такой Инфернус. Конор, давай куплю за евро. Твой Инфернус. Садись. Покупать, ребята, транспортные средства за такую валюту, как евро, очень выгодно. Потому что вы не будете платить за комиссию. А здесь комиссия ставила бы 4 миллиона. Покупая то есть за евро, вот эти вот 4 миллиона мы экономим. Мне еще паспорт нужно. Я, ребята, еще забыл, что у меня нету паспорта. А без паспорта купить транспортные средства я тоже так же не смогу. Так, что он сейчас сделал? Я чуть не совсем понял. Так, он достал воздушный шар. Ну окей, погнали. Если, ребята, переводите азакойны верты, переводите всегда по 3001, потому что если переводить больше 3000 азакойнов за один раз, вы будете получать дополнительные 250 азакойнов. Так, сейчас давайте быстренько закупим необходимое нам евро. Купить валюту евро 8074. Все, евро, ребята, мы купили. Ну и погнали. У нас, ребята, на аккаунте еще осталось целых 7000 азакойнов через админа в Дании. Я надеюсь, ты не кидала. Давайте кинем ему евро. Ну и, в принципе, все. Так, вот, короче, он нам предлагает Infernus Lounge. Ну, в принципе, все, ребята. Данную машину мы у него забрали. Не, ну машина, ребята, просто мега неадекватная. Из-за того, что она лаунч, она подвергается очень быстрому ускорению. Давайте сейчас немножко еще вот подзаправимся. Так, и наш, ребята, новый автомобиль. По-хорошему, давайте припаркуем у нашего домика. Пока что, на данный момент, мы так уже неплохо тут обосновались. У нас еще в запасе 7000 азакойнов, что больше 70 миллионов. Самая дорогая крутая тачка. Ну, а также роскошный охерительный дом в городе Сан-Фьерро. Так, вот наша хата. Давайте сейчас где-нибудь здесь припаркуем нашу машину. В гараже я пока что парковать ее не буду. Давайте вот где-нибудь здесь. Прописываем команду парк. Все, готово. Тачку, ребята, мы припарковали. Ну, первые, ребята, деньги мы потратили довольно-таки правильно. Купили себе очень хорошенький домик. Купили себе вот такой вот заряженный Инфернус. Ну, а также прокачали наш аккаунт. Из-за того, что, ребята, у нас премиум випка, мы можем одновременно иметь внимание до 20 автомобилей. Но 20 автомобилей, конечно же, я себе покупать не буду. Мне, в принципе, хватит одного такого Инфернуса. По крайней мере, на первое время. Если, ребята, допустим, я был бы на месте какого-либо обычного игрока, оставшиеся деньги, которые, то есть, у меня сейчас имеются, я бы все просто повзял и закинул бы в банк. А именно, на депозит. Здесь, ребята, есть такая функция на этом серваке. Можно положить деньги в банк, и каждый пейдейт тебе будут капать какие-то проценты. Из 10 миллионов каждый, то есть час, будет дополнительно капать 10 тысяч. А если положить уже 100 миллионов, то каждый час будет капать уже, соответственно, 100 косарей. Что довольно-таки неплохо, чем, как бы, не бизнес. Оставшиеся, ребята, азекойны, которые у нас остались, я сейчас просто возьму и, скорее всего, перейду в бабки. Переводим по 3001 азекойну. У нас осталось 1621. В принципе, ребята, на эти азекойны можно купить себе какой-нибудь рандомный пятизначный номер за донат. Покупаем, нам дали номер 99746, но, в принципе, пойдет. За азекойны мы можем, в принципе, купить себе также максимальный навык таксиста, развозчика продукта, военный билет. Его давайте купим, это вещь нужная. Покупаем его. Давайте купим еще все навыки боя. Тоже необходимая вещь, чтобы, хорошо, так сказать, мочиться, драться. Ну, а также вот максимальный уровень силы. Все это дело давайте покупаем. У нас осталось 320 закоинов. Ну, их давайте, наверное, оставим. Может быть, и не нам на что-нибудь еще пригодятся. На аккаунте у нас сейчас 66 миллионов. Разгуляться можно, на самом деле, по полной программе. Сейчас, ребята, скорее всего, поеду на центральный рынок и прикуплю себе что-нибудь такого прямо самого необходимого из аксессуаров. Что могло бы довольно-таки сильно упростить мой игровой процесс. Залетаем, ребята, короче, на центральный рынок. Ну, и давайте посмотрим, что у нас здесь имеется. Так, тут у нас всякие рулетки. Нам это не нужно. Покупает, продает. Всякие различные скины. Они нам тоже не нужны. Вот тоже, в принципе, различные товары. Что-то я тут все оббегал, но ничего прям такого нужного и интересного я еще пока что не нашел. Так, ну, здесь в толпе вроде как ничего такого интересного не продают. У этого вот парня есть вот мешок с мясом. Мешок с мясом не продашь? Продаю. Гоу за 10. Куплю. Так, он мне предлагает мешок с мясом красного цвета. Ну, давайте его купим. Данный, ребята, аксессуар, он очень имбовый. Он позволит нам всегда быть сытыми. Вот так вот взяли, перекусили и обратно его убрали. Если кому-то есть кайф, можете, в принципе, его не убирать. Вот так вот постоянно носить на спине, но я его вот убираю. Я его достаю только тогда, когда вот хочу перекусить. Нашему китайозе было бы неплохо, наверное, купить катану. Это, ребята, один из самых дорогих аксессуаров, которые здесь имеются. Так, а ну-ка, стой. Может быть, ты нам продашь? Стой. Продай, пожалуйста, катану. 40 миллионов плюс 8. Нет, 40 миллионов, конечно, дороговато. Эти катаны продают постоянно, ну, прям, мешками. А вот именно вот, когда вот я начал записывать видеоролик, ни одной катаны на центральном рынке попросту нету. По большему счёту, ребята, здесь из всех аксессуаров, которые можно было бы себе купить, самые такие хорошие, это вот мешок с мясом, ну, а также переносной ударёк. Данную катану я хотел купить только потому, что это реально довольно-таки топовый аксессуар. Да и плюс с нашим персонажем она бы сочеталась идеально. Но цены, по которым я сейчас продаю, да и плюс, и продают её довольно-таки малое количество людей. Мне это смущает, и никакого желания покупать у меня её нету. Так, ну, в принципе, к этапу Зару мы с вами приехали, давайте сейчас распакуем наш вертолёт. Открываем наш инвентарь, нажимаем юз, всё, в принципе, готово. Вот и появился наш личный вертолёт. Давайте берём его и отправляемся к нашему дому. Там мы, в принципе, его и припаркуем. Касаемо, ребята, оставшихся денег, я их тратить уже более никуда не буду. Если бы я был бы обычным игроком, данные бы деньги я просто бы взял бы и закинул бы все на депозит. Напишите, ребята, обязательно в комментарии данного видеоролика, куда бы вы потратили оставшиеся 50 миллионов. Сейчас мы с вами направляемся к нашему дому, где мы с вами сделаем общий вывод, что мы сделали на данные 10 тысяч рублей. Так, ну вот, в принципе, наш домик, наш маверик, давайте, наверное, припаркуем вот здесь вот на заднем дворике. Места здесь вполне достаточно, вот где-нибудь здесь, давайте его припаркуем. Заглушаем двигатель, вытаскиваем ключи и прописываем парк. На данные, ребята, 10 тысяч рублей, можно довольно-таки нехило прокачать свой аккаунт. У нас есть свой личный вертолёт, просто обалденный здоровый дом, крутая спортивная тачка, ну и, в принципе, так-то наш аккаунт неплохо прокачан. Мы прокачали все навыки боя, прокачали максимальную силу, все скиллы, навык вождения, купили самую дорогую випку, подкачали свой уровень и многое-многое другое. Помимо, ребята, всего этого у нас на аккаунте осталось 55 миллионов, что довольно-таки недурно. На этом, дорогие друзья, данная серия подошла к концу. Если, ребята, в будущем вы хотите увидеть новый подобный видеоролик, но только уже с другой суммой, то всё, что, ребята, вам нужно сделать, это проявить свою активность. А именно, поставите лайк данному видеоролику, ну а также подписаться на мой канал, если же вы ещё не подписаны. На этом, ребята, видеоролик подошёл к концу, надеюсь, он вам понравился. Всем желаю хорошего настроения, ну и всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok